На смену жире в Артёмовском городском округе пришли дожди и грозы. Точно прогнозировать период этих погодных явлений достаточно сложно, поэтому мы подготовили для наших зрителей небольшой полезный ликбез. Избежать опасности во время грозы можно, соблюдая ряд правил. Первое правило, никогда не прячьтесь от молнии под одиноко стоящим деревом, под высокими металлическими конструкциями. Помните, молния никогда не попадает в кустарник, лучше прячьтесь под ним. Если вы находитесь в сельской местности, закройте окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия. Не растапливайте печь. Не разговаривайте по стационарному телефону. Молния иногда попадает в натянутые между столбами провода. Во время удара в молнии не подходите близко к электропроводке, молнии от воду, водостоком с крыш антенни. Не стойте рядом с окном, по возможности выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы. При этом важно помнить, что недостаточно просто выключить кнопку электроприбора. Нужно выдернуть штепсель из розетки. Можно ли звонить по мобильному телефону, когда гремит гром? Считается, что мобильные телефоны не привлекают разряды. Однако лучше не рисковать и использовать их только для вызова экстренных служб. Будьте особенно внимательны к телефонным кабелям. Иногда молнии попадают в телефонные сети жилища и ток может добраться до аппарата. Вас ударит током, если другой рукой вы дотронетесь до предмета с хорошей электропроводимостью. Холодильник, стиральная машина и тому подобное. При грозе опасна вода и берега водоемов. Если купаетесь, срочно возвращайтесь на берег. Если плывете в лодке, сматывайте удочки. Небесное электричество бьет не в воду, а в возвышающиеся над ее поверхностью предметы. Не находитесь в водоеме или на его берегу. Отойдите от берега, спуститесь с возвышенного места в низину. Во время грозы рекомендуется находиться как можно дальше от воды. Удар молнии в воду поражает все в радиусе 100 метров. Самое безопасное место – сухие равнины, ложбины между холмами. Несколько полезных рекомендаций. Ветер не даст вам представления о том, куда движется гроза. Грозы, вопреки всякой логике, часто идут против ветра. Перед началом грозы обычно наблюдается либо отсутствие ветра, либо ветер меняет направление. Мокрая одежда и тело повышают опасность поражения молнией. Признаки повышенной опасности – шевеление волос, жужжание металлических предметов, разряды на острых концах снаряжения, удочки, лопаты, прочий инвентарь. Если во время грозы на стенах вашей комнаты наблюдаются оранжевые отцветы и вам кажется, будто за окном развели костер, не верьте, этому кажется. Немедленно захлопните форточку, если еще не поздно, к вам в гости просится шаровая молния. Шаровая молния – это шар диаметром от 10 до 35 сантиметров, зачастую имеет желтый цвет. Не исключаются и другие цвета. Шаровая молния просто обожает проникать в дома. Предметы и препятствия на ее пути нисколько не пугают. Ученым пока неизвестно, являются ли стекла надежной защитой от нее. Она умеет проникать в различные щели, розетки, домофоны и так далее. Но вот вылететь из них она, скорее всего, не сможет. Теперь о тактике поведения при столкновении с шаровой молнией. Если в помещении шаровая молния, не хватайтесь за железные предметы, не пробуйте убежать от нее, не пытайтесь выгнать ее веником, книгой и так далее. Стойте, не двигаясь, сохраняйте спокойствие. Если рядом дверь, а шаровая молния на приличном расстоянии от вас, укройтесь за дверью. Во многих фильмах и книгах шаровую молнию обезвреживают, накинув на нее одеяло. Не пытайтесь повторить этот трюк, он смертельно опасен, просто замрите. Если вы увидели, что человека ударила молния и он упал, пострадавшего прежде всего необходимо раздеть, облить ему голову холодной водой, по возможности обернуть тело мокрой холодной простыней. Если человек еще не пришел в себя, сделать искусственное дыхание рот в рот и как можно быстрее вызывайте скорую. Даже если человек внешне оклемался, у него могут обнаружиться серьезные повреждения внутренних органов. В целом, не рискуйте своим здоровьем и жизнью. Излишняя самоуверенность и игнорирование объективной опасности могут привести к самым трагическим последствиям.